В конференц-зале ДГТУ прошла пресс-конференция, посвященная вопросам консолидации систем водоотведения и теплоснабжения столиц региона, в том числе по тарифной политике в Дагестане. В данном мероприятии приняли участие руководители различных министерств, сотрудники администрации города и общественники. В ходе встречи в Рио министр строительства и архитектуры ЖК Александр Нестеров объявил о том, что в прошлом году Дагестан получил 425 миллионов рублей на частичную компенсацию по тарифам на коммунальные услуги. Также он отметил крайне удручающую ситуацию в сфере коммунальных сетей, которые в разные системы изношены более чем на 60-70%. Для улучшения этой ситуации с 2022 года в республике была принята программа и создан единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения, который обслуживает сети в городах Махачкале, Каспийске, Сбербачье и Дагестанских огнях. Чтобы поддержать имущество и компенсировать згодные экономически обоснованные тарифы, регион в прошлом году получил 425 миллионов рублей из федерального центра. Глава Минэнерго Дагестана Марат Шахалиев отметил, что с декабря 2022 года тарифы на коммунальные услуги в регионе не повышались, и следующие плановые повышения запланированы на середину текущего года. Он отметил, что тарифы на водоснабжение и водоотведение были значительно увеличены, но это позволило коммунальному комплексу получить импульс для масштабной модернизации. Причиной создания единого оператора стала плачевная обстановка коммунальной системы республики. О повышении тарифов Магомед Гаджи Шапиев, генеральный директор акционерного общества «Единый оператор» в сфере водоснабжения и водоотведения заявил, что необходимо для реконструкции системы. Сегодняшний износ сетей водоснабжения в Махачкале составляет 80%, а теплоснабжение – 60%. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова